РПК как, в принципе, оружие, что угодно, но не пулемёт. Это тяжёлый автомат такой своего рода. Пулемёты с ленточным питанием, типа РПД или ФН-мини-мис, более современные, они, конечно, будут как пулемёты повеселее, чем РПК. Это лёгкий ручной пулемёт Калашникова, РПК-74, под патрон 5.45 на 39. Сейчас перестанут стрелять. В своё время у нас в Советском Союзе в конце Второй мировой войны был разработан очень хороший лёгкий пулемёт Дегтярёва РПД-44 под патрон промежуточный 7.62 на 39. Он состоял на вооружении Советской армии. В послевоенные годы довольно долго выпускался серийно, но, к сожалению, возобладала точка зрения промышленности больше, состоящая в том, что ручной пулемёт должен быть унифицирован с автоматом. Что было, безусловно, более выгодно с точки зрения производства. И вот появился ручной пулемёт Калашникова РПК, который, по большому счёту, представляет собой тот же самый автомат Калашникова, только с удлинённым несколько утяжелённым стволом и магазином повышенной ёмкости. Мы сейчас можем уже это дело подсравнить, да? Ну да, в принципе, они вот сравнимы, да. То есть, по большому счёту, это вот практически идентичная механика. Ну, немножко ещё усилена ствольная коробка для воспринятия больших нагрузок. То есть, получился такой автомат с тяжёлым стволом, но именно как пулемёт, он всё-таки несколько проигрывает более совершенным образцам, потому что всё-таки магазинное питание, а не ленточное, как у того же РПД. Несменяемый ствол. Стрельба ведётся с переднего шептала по автоматному, то есть, промежутки между выстрелами патрон находятся в патроннике, и на интенсивной стрельбе при перегреве ствола этой черевота самопроизвольным выстрелом из-за воспламенения порохового заряда. То есть, это неудачный. Ну, нельзя сказать, что он совсем неудачный. Он как бы создавался под нашу концепцию. Нашу концепцию он вписывался. А сейчас? Сейчас потихоньку уже на уровне стрелкового отделения уже гораздо больше идут даже не лёгкие ручники, а полноценные единые пулемёты типа ПКМ и Печенега. А это уже? Ну, потихоньку он отходит на второй план. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok